новость которая уже подоражит всех это будет фиаско доступная ипотека будут доплачивать за вас взятки это помощь молодым семьям чем будут опять же недовольны все инвестора что на пчерских липках метр стоил 50 тысяч гривен друзья всем привет вы на канале недвижимость без цензуры с вами я константин писаренко основатель компании the capital и знаю о недвижимости не понаслышке сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим новости на рынке украины на весну 2021 года поехали новость которая уже бодоражит всех это доступная ипотека новая государственная программа где ты можешь брать ипотеку под 7 процентах в двух словах что придумал наш минфин что придумало правительство они будут доплачивать за вас часть процентов банки дают вам кредит но если мы берем средний кредит на недвижимость составляет в украине сейчас порядка 15 процентов гривнах то есть вот эту часть которая свыше 7 процентов будет платить государство вы оплачиваете банком только 7 процентов мы когда-то уже проходили кстати вот программа была подобная еще в 2000 если не ошибаюсь девятом году разработана и 2009 она выдавалась это помощь молодым семьям может вы помните такую программу тогда ты должен был насобирать 70 процентов на жилье и 30 из них тебе компенсировало государство то есть подобные программы уже были на самом деле сейчас она будет работать чуть по-другому в принципе как по мне это чуть интереснее и чуть доступней за счет того что у вас есть возможность выплачивать квартиру постепенно кусками они сразу как там насобирать положение на счет и только после этого получить право на жилье какие вот здесь есть основные ограничивающие факторы во первых стоимость жилья не должна превышать 90 тысяч долларов либо два с половиной миллиона это мы говорим а тот или то есть квартира дороже 90 тысяч долларов не идет по этой программе далее 20 лет кстати хороший срок 20 лет вам дают для того чтобы справились с этой ипотека вполне доступно вполне реально важное ограничение которым я еще не сказал дом должен быть не старше трех лет то есть у вас дома который сейчас строится пропадает программу и те которые не старше трех лет кстати программа хоть и уже запущена рассчитана пока только на 5000 семей поэтому если вам интересно именно эта программа вам нужно срочно бежать выбирать квартиру и оформлять эту ипотеку не верю в то что это как-то повлияет на рынок цен на то что могут поднятие цен связанных именно с ипотечной программой потому что минфин сам говорит что рассчитывают максимум на 5000 семей которые возьмут этот кредит для киева даже для одного города киева это менее там двух недель продаж если брать все жк плюс плюс этого уровня поэтому эти застройщики будут пытаться поднять цены под эту ипотечную программу я думаю что это будет максимально некорректно и неправильно и это будет фиаско первую очередь для них сами какие подводные камни во-первых квартира должна быть рассчитывать квадратные метры будут по этой ипотечной программе на семью либо на человек если вы один то есть на одного человека либо на двоих если вы семья вам дадут возможность купить не более 50 квадратных метров с одним ребенком 70 квадратов и для семьи с двумя детьми в 90 квадратов но есть маленький плюс в законе 20 процентов похибка да то есть квартира может превышать эти параметры эта программа не для нашего премиального сегмента максимальная стоимость здесь для больших семей я вижу в размере 900 долларов метр квадратный для скажем так более мелких квартир ну 1200 долларов за квадратный метр это максимум на что вы можете рассчитывать дальше вам даже нет смысла смотреть потому что вы не войдете в эту сумму поэтому все что ниже 900 для больших квартир для квартир 100 метров плюс-минус и 1200 долларов для квартир там 75 метров тоже плюс-минус кстати если говорить о том повышение цен который мы видим за последний квартал когда все застройщики пытаются рвать по максимуму потому что это уже идет сверх доходность каждого из застройщиков я знаю о чем я говорю потому что себестоимость выросла максимум процентов на 10 за последний год за последний квартал стоимость квадратного метра а 100 квадратного метра состоит не только из себестоимости там еще залог закладывается стоимость земли взятки и все остальное поэтому не выросли так затраты реальные застройщика кроме как себестоимость как они пытаются поднять цену тем поднятием цены которые сейчас по крайней в премиальном сегменте будет провисание то есть рынок пойдет на спад и застройщики будут давать либо какие-то скрытые скидки буквально месяца через два-три такого зависания кстати могут запретиться любые переуступки потому что нужно будет продавать первичные квартиры что будет чем будут опять же недовольны все инвестора которые инвестировали и хотели продать до момента ввода дома в эксплуатацию и могут это запретить как от как есть подобный запрет на одном из застройщиков уже сейчас я не буду вам указывать те стандартные параметры которые указывают большинство сайтов типа как финансы ей как лун юей погрешность того же луна или финансы и настолько велика что на них точно нельзя полагаться для того чтобы делать какие-то выводы потому что они приводят пример что на пчерских липках метра стоил 50000 гривен в том году ну я вам скажу что 50000 гривен метр на общественных липках не стоил наверно со времен 2008 года опираться на эти данные которые есть там точно не стоит поэтому всю важную информацию касательно покупки продажи недвижимости вы должны узнавать только у специалистов любых которым вы доверяете либо можете обратиться в нашу компанию у нас достаточное количество специалистов которые работают там 8 10 лет 12 которые реально знают что происходит на рынке и реально вам могут дать дельный совет друзья а сейчас ваша любимая рубрика конкурс человек который оставит лучший комментарий под этим видео по поводу того что он думает об этой ипотечной программе получит вот такой вот разово посещение в клуб джем макс возможно на летнюю террасу либо в сам зал поэтому пишите как коменты я жду и выберу лучший в прошлом выпуске был конкурс и окна вы стесняетесь писать всякие инсайты про недвижимости про застройщиков а мне в комментарии поэтому пишите мне в инстаграм в директ и я лучше комментарии выберу и тот ценный приз поход в ресторан достанется вам локдаун не вечен там были вопросы локдаун не вечен поэтому сразу же после локдауна сразу же в итальянский ресторан вот такая вот новость связанная с ипотечной программы которая всех волновала а кстати что вы думаете об этом напишите в комментарии готовы ли вы брать уже под такой процент успеете ли хотите ли и соответствует ли этот бюджет бюджету вашей семьи друзья следите за моим каналом подписывайтесь ставьте лайки я надеюсь что этот выпуск был вам для вас полезен вы получили массу информации по поводу ипотеки теперь сможете этим воспользоваться если конечно же успеете ну и до новых встреч пока в новости и дальше обсуждаем или уже все